Верные признаки весны потекли по нижегородским квартирам. Мы получаем массу сообщений о текущих крышах в разных районах города. Причина протечек в основном одна. Зимой, расчищая крыши, коммунальщики так долбили ломами, что наделали дыр в крышах. Вот так у нас течет. Это не капает, это льется. Сарфа, то есть ты думаешь, что это водичка, которую надо попить? Врачок ты. Вот я третье ведро уже собираю. Вот видите, вот пока обедала, вот у меня тут опять. Вот, пока ела, тут еще вот собралось. Вот, пожалуйста. Пятый день капает с потолка. Вот стоит тазик. Потолок, скорее всего, там дранка, которая может валиться кусками и обвалиться нам в квартиру. А мы только что сделали ремонт. Заявку мы подавали, заявление. Пять дней назад никто не пришел. Пробросилась, чуть меня не убило. Восьмое, как рухнуло, Бог спас меня. Иначе все прибило. На голову или ключи сломало. Такая мастер упала. В прошлом году крышу проделись, и пошла вода. Пошла вода, вон все, видите, постоялось. Я поставил бедра, вот видите, капает сюда. Обвал произошел отсюда. Половина второго ночи. У нас диван вот сюда ближе стоял. У меня муж был на нем. То есть все обрушилось на него. У нас потолок провисал, наверное, вот до такого уровня. Вот такая вот жидкость у нас. Грибок. Вот, видите, вся штукатурка уже потрескалась от сырости. Появились вот такие вот черные грибы, плесень, из-за которых раньше дома сжигали. Баркетный грибок. Самый страшный. Вот идет, капает руками, вот с гвоздей, с досок. Все бревна, вот эти перекрытия мокрые, все дерево. Вот, это, видимо, чистили крышу. Вот, обратите внимание. За два часа четыре ведра воды вот таких вот у нас. Уже все идет процесс гниения. Такими темпами у нас все просто может рухнуть. Плесень, она быстро действует, особенно при взаимодействии тепла. 27 февраля я оставила заявку на очистку от снега. Она до сих пор так висит. То есть в колл-центре мне говорят, что она еще не выполнена. Там дырки, потому что так, как счищаюсь снег, мне вообще делается плохо. Там чем-то долбят, там или ломами, или кувалдами долбят. Потом там, когда у нас меняли крышу, у нас был раньше шифер, потом положили вот этот вот железо. И, собственно, большие проблемы начались именно тогда, когда поменяли это покрытие. Какие сроки вам ставят в дуке ремонта крыши? И они не собираются? 2040 год у нас стоит. 2040? Да. Вы согласны с такими сроками? Я, мне кажется, проживая в этой квартире, я до этого времени не доживу просто. А дом? Мне кажется, мы тут все поляжем вместе с домом. А к 2040-му останется, наверное, только подвал. Конечно же, мы обратились и в саму домоправляющую компанию Нижегородского района. Но там разговор короткий. Мы хотели бы узнать, почему домоправляющая компания, я не понимаю никаких мер, и вообще собирается что-либо делать или нет. Я вам не могу никаких информации дать. А руководители места? Это вам в пресс-службу. Да, мы понимаем, но не пресс-служба же занимается. Ну, вам в любом случае туда по всем вопросам. Почему крышу плохо выбирают? Я не могу вам ответить на данные вопросы. Собираются ли компенсировать жителям? Все вопросы в пресс-службу. Кстати, запрос в пресс-службу домоправляющей компании мы написали еще в пятницу вечером. Но комментарии до сих пор не получили. В пресс-службе заявили, что вопрос сложный, и они собирают информацию. Потоп между тем набирает силу, и, как сообщили жители, сегодня потолок обрушился еще в одной квартире. Сегодня же к делу подключился и Следственный комитет. Следователи осматривают квартиры жителей, и, видимо, с коммунальщиком будут теперь разбираться уже они. Субтитры создавал DimaTorzok